Привет, красотка! И сегодня мы будем разбирать вот эту красотку. Слишком много красоток. Это супер долгожданная посылка. Не то, чтобы она ко мне долго шла, но долгожданная потому, что она из Америки. Я впервые заказывала что-то из Америки. И для меня вообще это очень непривычно. Обычно у меня видео, знаете, заказываю что-то с Китая. И типа ожидания реальности. И там всегда вот эти ожидания реальности. Это вообще полярные вещи. Я снимаю это видео приурочено к Черной Пятнице, потому что в этом видео будет много лайфхаков по Черной Пятнице, по тому, как сэкономить. Я заказывала эту посылку сервисом почтой.com И мне кажется, если бы не они, то в принципе моя доставка из Америки была бы невозможной. Я объясню почему. В общем, я вооружилась уже ножницами. Я вооружилась чайком. Он у меня на полу. И хорошим настроением, конечно же. Потому что это всегда очень интересно. Особенно, когда ты заказывал что-то, знаете, типа ну не три дня назад, да, когда все еще свежо в памяти аккуратно, Саша, пожалуйста, ножницами. Это было достаточно давно, и я уже не все помню, что заказала. В общем-то посылка достаточно большая. Я реально впервые, мне кажется, так много заказала. Для меня онлайн-шоппинг это просто... Во-первых, я намного больше люблю именно шопиться онлайн, потому что это все намного удобнее. Я не знаю, тебе не нужно заходить еще раз в разные магазины. Ты от этого как бы не устаешь, потому что я всегда морально очень устаю от того, что постоянное скопление людей, где-то очереди, товары нужно трогать, выбирать, что-то смотреть. Здесь все всегда видно наглядно на сайте. Ну ладно, в общем, я не буду долго об этом говорить. Я уже вскользь упомянула сервис почтой.com. Что это вообще такое? Это то, благодаря чему у меня есть эта сейчас посылка, потому что почтой.com это сервис по доставке покупок из Америки. Многие магазины, у меня даже есть статистика, 8 из 10 магазинов американских не доставляют нам в Россию ничего. Ну, сами понимаете, почему. Давайте не будем лезть в политику. В таких случаях нам помогает сервис почтой.com, который доставляет нам в Россию. Более того, у них есть собственный склад в Америке, что нам позволяет сэкономить собственно на доставке. То есть смотрите, как удобно. Мы не выбираем на разных магазинах разную доставку нам домой и за нее платим. А мы выбираем адрес доставки ко всем этим магазинам склад почтой.com. Он находится в Америке и уже они нам доставляют одной большой посылкой. Представляете, как это удобно. Тысячу раз не надо ходить, ждать, когда эта посылка придет, когда из этого магазина посылка придет. Все это приходит одной большой посылкой и в принципе приходит. Потому что, я говорю еще раз, многие магазины американские просто не доставляют. У них нет приема российских карточек, у них нет приема российских людей вообще. И в таком случае, конечно, это очень выгодно. Давайте смотреть. Я заказывала и одежду, и товары для дома. Давайте пойдем с того, что по порядку. То, что сверху. Это какой-то пакетик. Я буду, конечно же, вставлять фотографии того, что я ожидала и того, что пришло. То есть то, что было на сайте и то, что пришло. О, я вижу, это брюки. Это светлые брюки. Так, вам хорошо, плохо видно. Вот такие вот брюки. И вот такой вот пояс широкий к ним пошел. Я уже забыла, что я их заказывала. Серьезно. Нет, ну типа я рада. Первое замечание, точнее замечание в хорошую сторону, что вещь не воняет. Ужасно, как это бывает в Китае. Потому что я говорю, я до этого заказывала только вещи из Китая. И у меня вот такой опыт. Тут вещь пахнет так, как будто она постирана порошком. Это хорошо. С одеждой, конечно же, я не всегда уверена, что мне придет то, что мне будет подходить. Потому что несмотря на то, что есть на сайте всегда таблица размеров, ты можешь там себя измерить, посчитать. Все равно у меня даже в магазине-то иногда написано, допустим, СМ. А я надеваю, мне вообще капец. Либо мало, либо большое. То есть с этим никогда не угадаешь. Поэтому что у нас идет дальше? Дальше у нас идет какая-то теплая вещь. Но как будто это юбка. Это юбка! Это так мило! Ой, я даже забыла, что я такое заказывала. Но она такая классная. Очень приятная на офис. Мне кажется, это будет очень классная юбка. Она чувствуется, как тянется хорошо. И мне кажется, зимой вообще круто. Я прям рада за себя, что я ее заказала. Потому что я говорю, я уже ничего не помню. Еще одна теплая вещь. Это очень милый свитрок. Мне кажется, тогда, когда я заказывала, я сидела и мне было очень холодно. Потому что я хотела все по максимуму теплое заказать. Все такое очень приятное, очень мягкое. Я хочу, чтобы вы прочувствовали этот материал. Он очень-очень мягкий. Знаете, как кошка. Мне кажется, мне будет хорошо по размеру. Давайте откроем вот эту коробочку. Какую-то красивую. You crack me up. А, я поняла, я поняла, я поняла. Это штучка для яиц. Посмотрите, какая крутая. Я вообще обожаю все, что связано с кухней. И когда я хожу по магазинам, офлайн-магазинам, когда я в онлайн-магазинах смотрю, это первое, куда я в какой раздел захожу, это кухня. Очень красиво упакована. Мне кажется, это подойдет как подарок. Сегодня подарю Денису, скажу, смотри. Завтра будем есть вареные яйца по красоте. Вы знаете, да, для чего эта штучка нужна? То есть сюда ставишь вареное яйцо, которое такое не вкрутую, а в смятку. Я их всегда путаю. В смятку это когда жидкое внутри, да. И прикольно здесь вот так вот его ставить и ложечкой есть. Вот так. Попьем чай. Дальше идет какая-то коробочка. Вот так она выглядит. А, это, наверное, горшок. Я маме заказала горшок. Или это не горшок? Вау, какой красивый, какой красивый. Я честно не помню, то ли это подсвечник, то ли это горшок. Смотрим дальше. Это что-то такое маленькое, потому что вот так выглядит. И внутри пусто. Эй, кто забрал у меня товар? Алло, что происходит? Может оно выпало? Следующий пакетик. Это одежда. Кажется, это кофточка. Я такое заказывала. В любом случае она очень милая, но я не помню, что я такое заказывала, если честно. Видимо, это было реально очень давно. У меня с того момента произошло много событий. И я не помню реально, что я это заказывала. Но в любом случае это милая трикотажная кофточка. Я раньше в классе третьем, четвертом, мне кажется, примерно в таком ходила в школу. Вообще мило. Посмотрим по мере. О, смотрите, это что-то очень хрупкое. Может быть, это и есть горшок маме? Может быть. Обалдеть! Из Америки прибыло просто в идеальном качестве. Но в том плане, что ничего не сломалось, ничего не потрескало. И это очень круто. Хорошо, что есть такие прочные упаковочки. Это точно горшок. Горшок для цветка какого-то. Мне кажется, все-таки это не то было. Мне кажется, это что-то мое. О, это очень была милая штучка. Это я заказала кому-нибудь в подарок из моих девочек. Я не знаю, надеюсь, мне сейчас никто не смотрит это видео, потому что я не знаю, кому я это подарю, но кому-то это подарю. На Новый год это ванночки... Нет, это бомбочки для ванн. Они прямо отсюда так вкусно пахнут. Посмотрите, они выглядят как макаронца. Я надеюсь, вы не против, что я не буду вскрывать упаковку, потому что это все-таки подарок. Это будет кому-то на Новый год. Идем дальше. Здесь что-то мягкое. Мне было очень холодно. Это плед. Это шарф. Это шарф. О, это очень круто. Такая я молодежь, что я заказала шарф, потому что у меня сейчас нет шарфа. Но можно в нем дома тоже ходить. Он такой мягкий, девочки. Это нужно показать. Мне кажется, я даже еще один шарф заказала, потому что я помню, что я заказала какой-то бордовый шарф. Дальше что идет? Почему-то без упаковки идет сарафан, который мне будет точно мал. Я это прямо уже вижу, потому что у меня бедра шире. Шире бедра 100%. Вот так иногда бывает. Но я померю. Вдруг и мне подойдет. Очень вряд ли, очень вряд ли у меня бедра шире. Джинсы. Я заказала джинсы, серьезно. Зачем я заказала джинсы? Потому что они мне 100% не подойдут. Я в принципе-то в магазинах не могу себе найти нормальные джинсы, потому что они никогда не отвечают своим размерам. Вот серьезно, никогда в жизни. Они мне малы, я уже чувствую. Они не сказать, что прямо на суперзавышенной талии, хотя написано завышенной талии. Какая-то еще одна очень хрупкая штучка, нужно смотреть. Посмотрите, какая красота. Конечно, Денис, как всегда, скажет, что это бесполезная вещь. Но нет, на самом деле. Представьте, если сюда положить в каждую маленькие свечки, которые будут гореть разными цветами, потому что у кружек, у этих стаканов тоже разные цвета. Спасибо за сообщение. Или проложить небольшую гирлянду, которая буквально вот на метр. Сюда немножко, сюда, 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 сюда. И вот так вот поставить. И представляете, как она красиво будет гореть. В общем, это очень красивая вещь. Далее, опять что-то теплое. Милая кофточка. Вот такая вот минималистичная супер белая кофта. Ну, собственно, мне она уже нравится. Я очень люблю такой стиль таких оверсайз свитров. Какие-то сережки. Вот, вот они и выпали, наверное, отсюда. Смотрите, вот сережки, они выпали отсюда. Вот так произошло. В общем, дело в том, что у меня проколоты здесь подырочки. И еще здесь две дырочки дополнительные. И я туда люблю носить маленькие гвоздики, такие пусеты. И нигде, действительно, нигде в ювелирных магазинах я не могла найти, знаете, какие? Вот, вот такие. Чтобы они были не широкие, не толстые. Потому что, когда я захожу в ювелирные магазины и прошу маленькие вот эти вот пусеты для двух моих дополнительных дырочек, они настолько жирные, блин, какие-то. У меня просто все ужасно раздражается. Идет кровь, ухо набухает. Ну, короче, все печально. А вот эти вот маленькие гвоздики, мне кажется, будут в самый раз. Потому что здесь очень тоненькие вот эти вот сами гвоздики. Я очень классно объясняю. Ой, еще одни минималистичные сережки очень. Это что, плед? 125 на 150. Да, это плед. Посмотрите, как он перевязан. О, какой он милый! Можно я буду до конца видео сидеть вот так? Единственное, что он не под размер моей кровати. То есть я, наверное, брала не под размер моей кровати. Я, наверное, брала просто так, потому что мне он понравился. Но просто так даже его положить в ноги или укрываться за просмотром фильма, это очень-очень мило. И очень тепло. У нас осталось всего две вещи. И я вам поподробнее расскажу о Black Friday. Потому что осталось, девочки, времени немножко. Нужно успевать. Что это такое? Это худи. Возможно, это теплое платье. Потому что я искала теплое платье, которое, знаете, выглядит не как деловое, а как более спортивное. Возможно, это оно. И там, как я понимаю, это мой долгожданный шарф бордовый. Пусть это останется на закусочку. Точнее, на сладенькое, на десерт. Я вам расскажу о Black Friday, что это такое. Я думаю, многие уже знают, что 23 ноября это черная пятница. И в Америке это просто сумасшедший день распродаж. А 26 ноября, не перепутайте, 23 ноября, это 26 ноября, киберпонедельник. Начинаются скидки на технику. Так вот, как я уже сказала, многие американские сайты не доставляют в Россию вообще. Поэтому существуют такие сервисы по доставке из Америки, как почтайком. Более того, у них самые дешевые цены на рынке сервисов по доставке из Америки. Так что, девочки, 23 ноября, пожалуйста, не пропустите. Представляете, что я только что чуть не выбросила свои сережки. Я заказала три пары сережек. Ну, это, конечно, не сказать, что минимализм. Это на случай, когда хочется чего-то яркого. Добавить свой образ, например, нарисовать фиолетовые стрелки и надеть эти сережки. Очень красивые. Так вот, продолжаю. В Америке зачастую шопится намного дешевле, чем в России. А с сервисом почтайком вообще получится супер. Я вам расскажу еще про... Мне кажется, мне с ножницами очень опасно сидеть. Расскажу про их систему полного сопровождения. Мне это очень понравилось. Мне это было очень удобно. Это когда ты фактически не паришься вообще ни за что. То есть за вас фактически выкупают ваши же товары. Допустим, вам с разных магазинов, с разных магазинов Америки понравились разные совершенно товары. Вы просто вставляете ссылку на нужные товары, вставляете там артикул цвет и все остальное делают за вас. За вас все это доставляют на склад в Америке почтайком. За вас производят всю доставку. Поверьте, из Америки она просто невероятно сложная. Она просто невозможная для нас, для России. И все. Потом посылка приходит в ваш пункт выдачи. Вы забираете ее, собственно, довольные, как я это сделала. Классный, да, шарф? Мне очень нравятся вот эти вот штучки. Очень симпатичные. Так что, красотки, я в описании оставлю ссылку. Для регистрации на сайте почтайком, чтобы вы не забыли о Черной Пятнице, мне кажется, невозможно уже забыть о таком дне. Потому что очень качественные вещи можно купить по очень доступным ценам. Мы приступаем к конкурсу. В этом видео я разыгрываю целых две бьюти-штучки. Первая, это салфетка для снятия макияжа. То есть, это такая штучка, которая позволит тебе снять макияж без мислярки, без ватных дисков. Просто ее нужно намочить теплой водой и снять макияж. Просто вот так вот это работает. И вторая бьюти-штучка, это маска от Ифраше на 5 применений. У меня, с ума, такая маска. Я использовала уже раза 2-3, наверное. Очень приятно пахнет. Что нужно сделать, чтобы получить эти подарочки? Первое, подписаться на мой канал. Второе, поставить лайк на это видео. Третье, подписаться на мой инстаграм. Ссылочка, как всегда, вот здесь. Четвертое, напиши в комментариях, заказывала ли... заказывала. Добрый день. Напиши в комментариях, заказывала... Четвертый момент, запиши в ком... Напиши в комментариях, Саша, бонжорно. Четвертый момент, напиши в комментариях, заказывала... Окей. Четвертый момент, запиши... Да почему запиши? Четвертый момент, напиши в комментариях, заказывала ли... Заказывала. То есть, проблемы, да, у меня какие-то? Заказывала. Короче, красотки, напишите в четвертых, заказывали ли вы что-то из Америки? Или, может быть, хотели бы что-то заказать? Какой у вас опыт с американскими магазинами? Но я вас, красотки, очень сильно люблю, удачных вам покупок в черную пятницу, не скупите там всю Америку, улыбайтесь чаще и пока-пока!